Всем привет, мои дорогие! В общем, захотелось мне заняться выпечкой хлеба. И хлеба не простого, а бездрожжевого. Я, конечно, не могу назвать этот хлеб полностью бездрожжевым, но использовать обычные дрожжи, ни в сухие, ни в живые, мы не будем. Мы будем делать закваску сами. Эта закваска делается очень просто, вообще не трудоемко, правда, довольно долго. На нее нужно будет потратить от 3 до 5 дней. В общем, давайте приступим, и я обещаю, у вас дома будет самый-самый вкусный хлеб. Для закваски я буду использовать цельнозерновую муку грубого помола, она лучше бродит. Лучше используйте либо цельнозерновую, либо используйте ржаную муку, она будет лучше бродить. И в равных пропорциях, вот я использую 2 чайные ложки муки, и приблизительно так на глаз водички добавила, и делаю вот такую вот кашицу, как сметана. Переливаю это все добро в баночку, накрываю сверху полотенчиком, чуть-чуть прикрываю крышкой, неплотно. И оставляю при комнатной температуре это все добро бродить на сутки. Вот так вот оно у меня выглядело через сутки, уже довольно плотная такая масса. Немножечко с нее сбегает водичка, но это не всегда она отходит, эта водичка. Иногда и не отходит, собственно, смотря сколько вы ее туда добавите. И на второй день через сутки добавляю опять туда немножечко водички, и точно так же туда еще 2 чайные ложки муки этой же ржаной. Посмотрите, какое вот оно я перемешиваю, прям оно уже внутри такое воздушное-воздушное. Бродить оно должно у нас при температуре где-то 22-24 градуса, много тепла ей не нужно. В общем, абсолютно неприхотливая штука. Вот такая вот она вот становится после второго дня. Внизу вы видите, отошла водичка, это нормально. На следующий день уже перекладываю ее в емкость побольше, потому что эта баночка у меня была 200 грамм, и она подходит, поэтому не хочу, чтобы вылезла больше, чем нужно. Перекладываю уже в полулитровую баночку. И точно так же сюда добавляю водички немножко, и вы видите, все на глаз. Для тех, кто прям хочет по весам это все использовать, то берите один к одному, допустим, на 20 грамм муки, 20 грамм воды. То есть, и это будет уже нормально. Опять, вы видите, добавила муки, все хорошо-хорошо перемешиваю, для того, чтобы стала прям такая хорошая кашеобразная у нас масса. Она просто консистенция сметаны. И опять накрываю, и еще на сутки. У меня в доме было довольно тепло, 24 было точно, и днем, и ночью, поэтому она у меня хорошо выбродила, и была уже готовая на третий, и после трех суток вечером я уже с ней работала, я уже поставила первую опару. Но если у вас холодная, она бродит плохо, то она может и до пяти дней. Хранится закваска в холодильнике потом. Ее нужно будет подкармливать где-то раз в неделю, точно так же добавляете еще туда столовую ложку муки и воды на глаз. Этого будет вполне достаточно, и эта закваска практически вечная. В общем, кому интересна выпечка именно вот такого бездрожжевого хлеба, обязательно поставьте палец вверх, и выложу несколько видео. Я уже опробовала несколько рецептов, в принципе, осталась очень довольна. И ржаные, и обычные белые, и на молоке, и с маслом. В общем, вещь очень интересная, экологически чистая, своими руками. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!